Продолжается программа «Хорошее утро» Николай Растворцев, Александр Емельянов и наши сегодняшние гости, которые расскажут об удивительном концерте, который состоится уже завтра. Поэтому будьте внимательны, наши телезрители. Завтра премьера концерт «Дудук» с симфоническим оркестром состоится в Петре Кирхе, Лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Итак, приветствуем. Сегодня у нас в гостях Виталий Погосян, солист и Игорь Пономаренко, дирижер. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для тех, кто, может быть, впервые услышал, что есть такой музыкальный симфон, Дудук, покажите, вы принесли с собой, что он представляет собой. Они его слышали, может быть, как звук, но никогда не видели. Может быть, слышали, но вот так не видели, мы сейчас крупно покажем, рассказывайте, из чего он состоит. Это замечательный инструмент из абрикосового дерева с необычной тростью из камыша. Но камыш именно южный, потому что он жесткий и лучше выдерживает звук. Вот дает такую глубину. Ну, вот этот вот, да, знаменитый такой тембр. А скажите, пожалуйста, а если это не из абрикосового дерева, это все, это не Дудук, или он даже не будет так звучать? Нет, есть еще, еще делают из тутового дерева, шелковица. Да. Почему? Потому что больше сохраняется само дерево, не портится. Вот. Ну, в основном это абрикос. То есть абрикосовое, оно все-таки более такое нежное, да, требует какого-то особого отношения. Ну, абрикос, да, и надо периодически обрабатывать. Все-таки, в любом случае, это дерево надо следить за ним. Ну, какова вот продолжительность жизни? Вот если вы говорите, что все-таки абрикосовое дерево... Если правильно ухаживать, наверное, лет 30. Лет 30. Ну, вот помимо отверстий, мы видим, еще есть какие-то... Клапаны, или даже металлические детали. А, это уже, как я говорю, нано-дудук. Это уже просто для удобства дополнительные ноты. На самом деле, классический, без клапанов, он просто вот кусок... Ну, нано-дудук, это впервые у нас. Ну, вот смотрите, у нас... А я пришел без дирижерской парочки даже, мне не про что рассказать. Нет, как раз вот, Игорь, к вам вопрос, потому что концерт, да, дудук с симфоническим оркестром. Я так понимаю, как раз вы будете дирижировать тем самым оркестром. И вот тембр дудука впервые, вы его вплели в звучание симфонического оркестр? Ну, нет, конечно, разовые эксперименты в этой жизни были, наверное, у Виталия были, у нас. И мы с Виталием встретились однажды в одном концерте и познакомились. Но вот так, чтобы целый концерт, конечно, это будет премьера и, возможно, даже, ну, такая всероссийская и, может быть, полумировая. Да, это такой эксперимент. Но мне кажется, что он будет успешным, потому что и стены этого собора, и эта атмосфера, и звучание, и у нас такая программа. Да, это такая некая будет в основном медитация и, ну, с выплесками, с хорошими. А что прозвучит? Что в программе? Вот это самое интересное. Дело в том, что у меня большая практика игры с оркестрами. Ну, вот, когда я познакомился с Игорем, я понял, что вот это вот мы попадем в точку. Потому что у него свобода полная, вот свобода мысли, он не закрыт какими-то рамками. И поэтому вот это будет очень интересно. Это будет вот смешение. Так что, то есть это импровизация, или что, то есть вы не назовете... Нет, это будут и армянские национальные мелодии, и импровизации, и известные. Я скажу, что мы сделали практически 80%, партитуры новые абсолютно, они только написаны, они только завтра первый раз будут звучать. То есть это все прям настоящее с ноля. Это действительно премьера. Ну что ж, здорово. Раз уж мы заговорили про импровизацию, предлагаю Виталию сейчас импровизировать. И, может быть, чуть-чуть дать петербуржцам посредством нашего телеканала услышать, как звучит не только дудук, а нано-дудук. Ну и какую-то такую импровизацию, знаете, вот все-таки у нас «Хорошее утро» называется программа, да? Чтобы поднести еще больше настроения. Задать настроение утра. Задать настроение утра. Задать настроение утра. — Доброе утро. — Доброе утро. Спасибо большое. — Даже стало как-то нежно, хорошо на душе. Спасибо большое. — Всех приглашаем. — И так напоминаем нашим телезрителям. 20 декабря уже завтра состоится концерт «Дудук» с симфоническим оркестром Петры Кирхи, Лютеранской церкви святых Петра и Павла. И я так понимаю, с детьми же можно тоже приходить на концерт, да? — Конечно, конечно. — То есть где-то лет с шести, с семи. — Там нет ограничений по возрасту. — А Лютеранская церковь находится в том 22-24, практически напротив Казанского, между Большой и Малой. — Да, на Невском проспекте. — Спасибо. Еще раз благодарим Виталий Погосян и Игорь Пономаренко. Завтра вот в таком тандеме творческом сольются. — Среди лет.